Потому что нас бросили на выживание здесь. Центральный офис именно. Технику дают нам всю разбитую, раздолбанную. Вон как грейдер. Вот грейдер стоял. Вы прошли, видели. А ещё непонятные начисления заработной платы, проблема с запчастями, неготовность техники к зиме. А самое главное то, что руководство попросту не идёт на контакт. Сотрудники Заволжской базы Доримстроя неделю назад опубликовали в соцсетях обращение к руководству регионной города. В нём и обрисовали все проблемы. На штабе по комплексному развитию региона губернатор Алексей Русских поручил мэру Александру Балдакину срочно разобраться с ситуацией. Накануне вечером проблемы работников лично выслушал глава города. Первое – это совсем непонятное начисление заработной платы, учитывая переработки и работу в ночную смену. Собрали там группу из трёх человек, представителей сотрудников нашего подразделения, которые вместе с бухгалтерией сейчас разработают схемку, по которой можно будет каждому сотруднику посчитать свою зарплату, сколько он заработал. Также принято решение увеличить зарплату с 1 января на 5,5%. Что касается состояния парка, то здесь также есть проблемы. По технике требуются запасные части. Сейчас возьмём наличный контроль. Запрошу сейчас лично запчасти на каждый автомобиль. И каждое утро будут заслушивать доклад руководителя, сколько запчастей поступило. Через неделю запланировано вновь встретиться на Заволжской базе, заслушать результаты работы и оставшиеся вопросы работников. А что касается директора муниципального бюджетного учреждения, то губернатор посоветовал мэру рассмотреть вопрос о его увольнении.